Ну что ж, ребятки, как вы поняли, наконец-то добавили ценные призы, сегодня мы это все посмотрим, рассмотрим, я, возможно, что-нибудь куплю, подскажу вам, что покупать, что не покупать там и так далее, поэтому ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Да, ребятки, наконец-то это произошло, хотя я к этому вообще был не подготовлен, я думал, что вроде бы 25 числа будут цены, я еще вообще даже пасс не прокачал толком, у меня всего лишь 34 уровень пасса, понимаете, монет у меня тоже нету, пасс у меня маленький, но я думаю, в этом ничего страшного нету. Кстати, вент заканчивается через 8 дней, поэтому имейте это в виду. Вот, получается, призы, то есть, призы довольно-таки интересные, и сейчас рассмотрим, за сколько и что мы можем приобрести. Сейчас цены максимально задраны, возможно, вечером будут поменьше, но именно утром сейчас цены прям жесткие, по 1800 минимум стоят монеты, по 2000, там, по 2500, поэтому все довольно-таки жестко. Итак, что у нас здесь есть интересного, получается, есть одежда Антона Лапенко, есть одежда Сергея Бодрова, есть одежда девушки, довольно-таки симпатичный. Мне, на самом деле, хочется приобрести себе скин Жегича Дубровского, он 40-го пасса. Насчет автомобиля, я считаю то, что победа очень дорогая, как бы 40 тысяч монет за нее давать, я думаю, смысла нету, поэтому, ну, как бы это невыгодно. То есть, вам, по идее, придется на нее потратить около, там, 50 миллионов, и я считаю то, что это вообще невыгодно, поэтому я бы ее не покупал. 18 тысяч монет, то есть, вам эта машина обойдется где-то в 30-40 миллионов рублей. То есть, да, вы можете сами пойти там нафармить, но если вы будете мне скупать монеты, то вам обойдется это довольно-таки дорого. Дорого. Volkswagen MultiVen, который пройдет по 100 миллионов, вы его можете приобрести за 50 миллионов, я думаю, спокойно, то есть, вы можете по 2000 скупить монеты и приобрести себе данный автомобиль за 50 миллионов рублей. КамАЗ Военный дорого. Hammer H1 дорого, я считаю. Flanker F. На любителя автомобиль, как бы, я не знаю, возможно, кому-то нравится, мне лично не особо, мне больше нравится Ford Mustang. Flanker вам обойдется тоже довольно-таки дорого, поэтому я бы не советовал. BMW 2002 Turbo. 25 тысяч монет, то есть, вам эта машина тоже обойдется где-то в 50 миллионов, но скажу сразу, что тачка интересная, я бы себе такую приобрел. Аудюшечка, да, у нас аудюшечка получается. Но если скупать монеты, где-то она обойдется вам в 50 миллионов, тоже тачка довольно-таки интересная, прикольная, я бы себе взял. То есть, она хорошая по скорости, хорошая по управлению, поэтому тачка реально достойная, если вы любите Audi, то я бы вам советовал приобрести данный автомобиль. Вот такой вот имеется рюкзачок, как бы, 15 тысяч монет. Ну, ради эксклюзива, я думаю, стоит. И прикольный такой рюкзачок, то есть, его можно еще будет прокачать с помощью крафта. Я думаю, темка реально будет стоящая. Рецепт на создание М4А4, вроде бы это, типа, амбовое оружие, 20 тысяч монет. В принципе, кто любит там постреляться, кто ето там и так далее, я думаю, вам такая темка реально подойдет, я бы купил. Volkswagen Golf. Я на нем, как бы, ездил, я думаю, вы помните, у меня есть ролик. Мне он не понравился, поэтому я бы за него такие бабки бы не отдавал. Но, насчет катеров, получается, вот этот катер вам обойдется в 80 миллионов, если вы будете скупать монеты по 1800 рублей. Я считаю, в принципе, это нормально, потому что их продают там по 80, по 90 миллионов, по 100 даже. BMW M3 Touring. Тачка тоже классная, прикольная, имбовая. И вам она обойдется где-то в 100 лямов, если монеты скупать. То есть, где-то 100 миллионов, даже больше, наверное, 120, 130 миллионов. Да, ребятки, тачка дорогая, но прикольная. У кого есть бабки, забирайте. Я не буду даже комментировать, мне эта машина не нравится, поэтому я даже говорить ничего не буду. То есть, аудиосистему продают там за 80, 90 миллионов. Вы на монеты потратите намного больше, поэтому смысла аудиосистему забирать нет. Стробоскопы. Ну, стробоскопы вам обойдутся где-то в 150 миллионов. Я считаю, нормальная цена, как бы, тем более стробоскопов довольно-таки редко продают. Поэтому, если вы потратите там 150 лямов, я думаю, в принципе, адекватная цена. Гидравлика вообще просто нормально. То есть, это где-то вам обойдется в 30 миллионов, если скупать монеты. То есть, блядь, гидравлика реально адекватных денег стоит. Ну, а так, 14 тысяч монет за гидравлику, это реально халява. Ну, что ж, ребятки, самое время побежать скупить монеты. Очень просто дорого, но я хочу что-нибудь себе приобрести, хотя бы на видосе. Ну, реально выглядит пиздато. То есть, я себе тоже его хочу. Поэтому, если вдруг кто-то будет продавать, мне напишите, я куплю. Так, вот у нас получаются монеты по 1800. Ебать его в рот. Так, мне нужно, получается, 5000 монет. Поэтому, давайте покупаем. Все, я купил 5000 монет. И потратил 9 миллионов просто. И быстренько, давайте, я думаю, купим вот этот скин. Мне пока что только на него хватает. Все, я его приобрел. Честно, прикольный такой скин. Симпатичная такая девушка. Я, конечно, не любитель в женских скинах побегать, но выглядит реально бодро. То есть, такая сочная, такая жопастая девочка. Можно еще скин Бодрова, получается, купить, по идее. Я, конечно, не фанатею по этим скинам всем. Лапенко. Ну, такой себе Бодров, я думаю, будет тоже нормальная темка. Дубровский я бы хотел, на самом деле, тоже купить. То есть, Бодров стоит так же самое, как Джекис Дубровский. Дубровский. То есть, я лучше, наверное, подожду, качаю пас, потом куплю монеты и куплю себе Дубровский. Потому что... Ну, Бодрова тоже скин прикольный. Какой у него там ID? Я просто не знаю. Я бы хотел ID посмотреть, просто, как он смотрится. Но так больше никаких скинов прям интересных для меня лично нет. Ну, на самом деле, не хочу просто тратить бабки впустую. Я понимаю то, что в скине Лапенко я не буду бегать. В скине Бодрова тоже не буду бегать. Этот скин чисто взял, потому что она такая симпатичная девочка. Мне понравилось. Потом куплю себе скин Дубровского и, в принципе, все. То есть, пока что мне из скинов, я думаю, больше ничего не нужно.